Пилот молодежной программы S&P Racing Михаэль Белов занял второе место на третьем этапе итальянского чемпионата Формулы 4, который прошел в минувшие выходные на венгерском автодроме Хонгараринг. Лучший результат уикенда Белов показал во второй гонке. Россиянин стартовал со второй позиции, но практически сразу организаторы остановили гонку красным флагом после столкновения нескольких болидов в середине пилотона. После возобновления заезда Михаэль успешно отбил атаки соперника, постепенно нарастил отрыв до двух секунд и финишировал вторым. В общем зачете чемпионата Белов пока четвертый, на его счету 65 очков, а ближайшему сопернику россиянин уступает 3 балла. В ближайшие выходные итальянская Формула 4 отправится в Австрию. Четвертый этап чемпионата пройдет с 12 по 14 июля на автодроме Red Bull Ring. Московский центр организации дорожного движения опубликовал на своем сайте список столичных дорожных камер. Утверждается, что информацию раскрыли по многочисленным просьбам населения, но некоторая небрежность в оформлении списка указывает на срочность. Опубликованный CODD-перечень — это таблица формата Excel. В ней 2476 позиций. Адреса и географические координаты идут вперемешку, да и неизвестно, за какими нарушениями камеры следят. Очевидно, список актуален на момент публикации и будет периодически обновляться. Фейслифтинг универсала LADA Largus ограничился мелкими деталями. На решетке радиатора теперь две черные горизонтальные планки вместо одной хромированной. Изменена эмблема. Логотип теперь трехмерный, с крупной ладьей. Такая же разместилась на руле и колесных колпаках. На левой створке задней двери появилась надпись LADA. В салоне — новая ткань обивки сидений. Комплектации слегка переделаны. Во всех версиях фары гаснут после выключения зажигания. В комплектации Norma Comfort вместо двух — четыре динамика. В топ-версии Lux боковые окна получили черное обрамление. Европейский Renault Captur от российского Captur отличается не только одной буквой в названии. Эти кроссоверы — довольно дальние родственники. И теперь Eurocaptur меняет поколение, переехав с платформы Renault B на новейшую модульную CMF B. Высота европейского кроссовера не изменилась, но остальные параметры подросли. Растянули Captur с оглядкой на задних пассажиров, а объем багажника автомобиля увеличен до 536 литров. Бензиновых двигателей фактически два. Однолитровая турбо-тройка сочетается с пятиступенчатой механикой. Четырехцилиндровый мотор 1.3 можно укомплектовать шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом. Те же правила действуют для полуторалитрового дизеля. Мощная версия дает право выбора между ручной коробкой или роботом. А слабой положена только механика. Подвески сохранили прежнюю архитектуру. Стойки Макферсона спереди и полузависимую балку сзади. Привод исключительно передний. Главный подарок к своему столетию компания Бентли преподнесла себе точно в годовщину основания бренда. Хотя концепт-кар и XP100 GT был задуман 15 месяцев назад. Основная идея была не в том, чтобы показать красивый автомобиль. Это мы делаем каждый день. Мы демонстрируем будущий Гранд Турер и будущее Бентли. Эта машина управляемая и автономная, полностью электрическая. Но может быть переведена и на топливные ячейки. Автомобиль вышел поистине гигантским. Достаточно сказать, что двухметровые в ширину двери открываются на 3 метра вверх. Однако кузов выполнен из легкого алюминиевого сплава и углеродного волокна. Поэтому купе весит на 300 килограммов меньше, чем весит серийный Continental GT. В отделке используется дерево, стекло, медь, шерстяные ковры и подобный кожи текстиль, изготовленный из отходов виноделия. Мы не верим, что будущее люксовых путешествий – это сидения в беспилотных, бездушных белых коробках, которые управляются по сети. Мы видим этот мир таким же цветным и вдохновляющим, как сейчас. И даже больше, потому что цифровые технологии позволяют организовать в машине новые сервисы. Искусственный интеллект с помощью биометрических датчиков следит за самочувствием, температурой, положением тел пассажиров и подстраивает обстановку. Автоматика незаметно регулирует кресло или транслирует в салон цвета и звуки извне. Полные характеристики не раскрыты, хотя бы потому, что система и близко не серийная. Будущие технологии твердотопливных аккумуляторов позволят упаковывать энергию в пять раз плотнее современных и сделают реальным запас хода в 700 километров на одной зарядке. Электрический мини впервые появился 11 лет назад. 600 прототипов на базе хэтчбэка прошлого поколения были отданы в тестовую эксплуатацию специально отобранным водителям. И вот первый серийный электромобиль. Как и ожидалось, технический мини близок к батарейному BMW i3s. Здесь такой же электромотор на задней оси, но емкость, размещенной под полом батареи, оказалась на десяток киловатт-часов меньше, чем у BMW. Официально электромини называется Купер С-И, но литеру И можно разглядеть только в стилизованном желтом круге. А надпись на багажной двери вполне традиционная – Купер С, что намекает на аналогичные технические характеристики. Разгон до сотни действительно лишь на полсекунды медленнее, чем у бензинового Купер С. А вот максимальная скорость у электрички ограничена на отметке в 150 километров в час. Цены пока не названы, а выпуск модели начнется в Оксфорде осенью. Группа PSA, нынешний хозяин Opel, активно перекраивает модельный ряд немецкой марки. На французские платформы уже переведены кроссоверы, вены и компактный хэтчбек Corso, на очереди Astra. Жизненный цикл модели мог сократиться, но нет. Смена поколений отложена на 2021 год, а нынешняя Astra модернизирована. Измененные бамперы и решетка радиатора улучшили аэродинамику. Opel уверяет, что у хэтчбека и универсала Astra лучшие в классе коэффициенты воздушного сопротивления. Новая приборная панель с крупным дисплеем в центре такая же, как на старшей Insignia. Кроме того, усовершенствована медиа-система с 8-дюймовым экраном, улучшены камеры заднего вида. Но главные обновки в моторном отсеке. Полная смена агрегатов при рестайлинге – это редкость, а здесь и вовсе сенсация. Двигатели новые, но французских среди них нет. Все моторы разработал GM. Бензиновые двигатели сплошь трехцилиндровые. Турбо-тройка 1.2 работает только в паре с шестиступенчатой механикой, а мотору 1.4 положен вариатор. Полуторалитровый дизель тоже предложен в трех вариантах мощности. Две верхние предполагают шестиступенчатую механику, а нижний с уменьшенной тягой предназначен для девятиступенчатого автомата GM. Наконец, обновленный Astra перенастроили шасси. С новыми амортизаторами машина должна стать комфортнее. Но есть и спортпакет с зажатой подвеской и более острым рулевым механизмом. Европейские продажи Astra начнутся осенью. В России модель не появится из-за прямого запрета GM. Купить Astra беспошлино можно в соседней Белоруссии. Дорестайлинговый хэтчбэк стоит без малого 19 тысяч евро. Электрический хэтчбэк Honda e полностью рассекречен. Приписка прототип на номерной табличке – это всего лишь способ сохранить интригу до официальной премьеры на осеннем автосалоне во Франкфурте. Предсерийный хэтчбэк внешне близок к женевскому концепту. Ностальгический стиль сочетается с выдвижными ручками безрамочных дверей и камерами заднего вида, которые входят в базовую комплектацию и передают изображение на 6-дюймовые дисплеи по краям передней панели. Заднеприводная платформа разработана специально для этой модели. Электромотор установлен над задней осью. Центр тяжести всего в полуметре от земли, а статическая развесовка по осям ровно 50 на 50. Поэтому Honda обещает выдающуюся маневренность и особое удовольствие от вождения. А вот параметры электроустановки скромные, потому что на 150 лошадиных сил приходится полторы тонны снаряженной массы. Неудивительно, что динамические характеристики пока не раскрыты. Не очень емкая по современным меркам батарея обеспечивает запас хода в 200 километров. Это в полтора-два раза меньше, чем у электрического BMW i3, Peugeot 208 или Renault Zoe. На рынок Honda e выйдет в конце года. Цены начнутся примерно с 30 тысяч евро.